6 июля в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального университета состоялся Инсталайф, посвященный вопросам о поступлении в магистратуру по направлению информационная безопасность. Об условиях приема, вступительных испытаниях и особенностях учебного процесса рассказали сотрудники Института физики КФУ, заведующий кафедрой радиофизики Олег Шерстюков и доцент кафедры радиофизики Евгений Рябченко. Значит, атаки хакеров в 2019 году, одна атака в 14 секунд, в этом году уже 11 секунд. И еще одну только хочу сказать цифру. Сбербанк оценил потери от кибератак в 2019 году в мире, это 2,5 триллиона долларов. Как отметил Олег Шерстюков, утечка информации – это крайне частое явление, которое может повлечь за собой огромные финансовые потери. Поэтому в настоящее время специалисты по информационной безопасности крайне востребованы. Они обеспечат конфиденциальность данных и предотвращают утечки информации. Понятно, что востребованность совершенно колоссальная. Я сегодня с утра зашел на сайт и смотрел вакансии по информационной безопасности. В Казани порядка 100 вакансий свободно для информационной безопасности. В Москве полторы тысячи, то есть примерно в 10 раз больше. Ну и в Казани от 40 до 150 тысяч начальная зарплата. В Москве меньше 100 тысяч я не нашел. Есть вакансии 250-300 тысяч. Заявление на поступление можно подать на официальном сайте КФУ до 18 августа. После чего начнутся вступительные испытания, которые пройдут в дистанционном формате. В этом году 11 бюджетных мест и 5 по договору. По окончании обучения перед выпускником откроется множество возможностей в виде работы не только в родном городе, но и за рубежом. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.